Я уверен, что я здесь как ведущий не особо не буду, потому что наверняка в зале нам идёт достаточно людей, которые хотят спросить Николаю Николаевичу Достову о том, попросив его к этой картине. Может он и сам скажет, что была отправной точкой создания этой картины. Расскажите, пожалуйста. Добрый день. Ну, честно говоря, я пять раз повторяю одно и то же. Когда фильм сделали, режиссёр должен молчать, помолкать. Там дело само должно общаться с вами, со зрителем, желательно членов раздельных. Вот, поэтому я не могу говорить что-то о картине. Вы её видели, вы её можете оценить, как её сопровождать, комментировать. Это не моя практика. Так что учи всем, а то есть скажи. Вам придётся говорить. Есть другие создатели фильма, которые могут ответить что-то. Ну, я могу конкретно что-то ответить, но так в целом. Почему я взялся за это кино? Ну, потому что мне, ну, сначала понравилась моя идея, потом понравился сценарий, который написал Юлия Арабов по моей идее. Ну, вот, и, а потом появился замечательный продюсер Игорь Костругов, в котором нам удалось всё это сделать вот так. Владимир Владимирович, а когда именно понравилась вам самому эта идея, и сколько прошло с момента замечательной идеи в вашем сознании, она выкатеризовалась? Ну, или сценарий, или как всё это происходило? Ну, идея у меня родилась в 2015 году, если вот так по звокам. Сценарий был написан в 2015 году, приступил я к съёмкам в 2015 году, и вот в 2016 году вы увидели картину. Владимир Владимирович, а когда какого числа вам понравилось, когда вы думали, вы не обратились? Ну, это вообще-то история такая длинная, не знаю, интересная. Нам ещё интересно. Ну, кто-то знает, что я сначала с другим продюсером начинал картину, и он выделил часть денег, всего лишь там 20-30% от бюджета, контину, и вот целый год, полтора, эти продюсеры пытались добавить бюджет, чтобы хватило, не получилось, не нашли, вернули деньги государству, фондом. Вот, я остался ко нему раз в день в год, а потом я обратился в Министерство культуры, потому что вроде бы по жану, что ли, моя картина не для фото, а для бульта, и вообще мне интересно, вот там даже моделист хорошо сказал, Николай Николаевич, сейчас легко найти деньги только вот двум, что ли, вот таким категориям, или бодрых, или врачка. А у вас не между ними, у вас ни туда, ни сюда, поэтому сложно, вы просто хотите сидеть в человеческое кино. Ну, в первом виде, в Минкульте, туда мы уже ходили один раз с Юрием Арабовым, министром, второй раз с Игорем Толстуновым, нам там выделили деньги, ну, тоже, может быть, чуть больше, чем давал фонд, но даже не хватало до половины бюджета. И вот тут уже, с помощью, опять же, Игоря Толстунова, все-таки мы начали работать, и как-то где-то что-то Валюсов добывал, доставал, так сказать, я им чем-то помогал. Как-то получилось, что, в общем, сняли картину, уложившись в наш бюджет, ну, так сказать, так, вот такая история, что ли, создание фильма. Николай Николаевич, вы говорите про дела с идеей, а какая идея, все-таки? Может быть, самулеем все-таки? Петя, ну, я так скажу, не идея, вообще, это фраза Арабова, но она мне очень понравилась. Может быть, черт стать человеком, а черт его знает. О, оттуда здесь нет. Потрясающее слоган для фильма. Да, по-моему, великолепно. Юрий Николаевич, что вы можете добавить? Мне нечего добавить к этому исчерпывающему комментарию. Я, на самом деле, счастливым положением человека, которого вообще не видел, потому что высшие силы до тех пор не допустили мне это просмотр этой картины. Я надеюсь ее завтра посмотреть со зрителем. Но если и завтра я не посмотрю, то точно нужно вызывать шамана, чтобы он как-то эту ситуацию все и выбирал. По поводу, как-то сюжета, был предложен материал. Значит, Николай позвонил мне, тогда вышел фауз. И, значит, это все спрелось, собственно говоря, из этих двух материалов. Одного и второго. Материал первый. Коли сказал, вот я хочу сделать о монаде картину. Я как-то был в одном монастыре и увидел могилу некоего Шапошникова. И вот, ты знаешь, вот меня как-то поразило вот то, что человек лежит в монастырских стенах, а вроде бы он и не был монадом. Это, значит, первая была идея Николая. А вторая идея Николая, давай-ка ты что-то типа фауза. Ну, я тогда как бы фауз завоевал всякого рода призы и известность. Ну и вот из этих двух идей я сделал картину, потому что я стал думать, а что как бы меня интересует в этом материале, что интересует. Как можно двигать куда-то фауз. Ну, в общем, пришел к такой вот ереси, который сейчас Коля озвучил. Вот. Но эта ересь имеет фундамент фольклёри. И, кроме того, в житейной литературе, в частности, в житей Никиты Новгородского. Это такая фольклёрная штука, фольклёрное житие. И там есть кусочек, когда Никита молился ночью в келье. И вдруг бес попал в святую воду и стал тонуть. У него плюс была святая вода. И бес стал тонуть. И бес стал вызывать к Никите и говорить, Никита, спаси меня. А Никита сказал, нет, я тебя не спасу, ты сам спасёшь себя. Как? Спросил бес. Ну, говорит, Господи помилуй, Господи помилуй. Может ты спасёшься. Бес стал говорить, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Он превратился то ли в бабочку, то ли в ангела и вылетел из этой святой бабы. Вот, собственно говоря, я над этим подумал и реализовал этот материал, промежал он целых четыре года, как обычно у меня все это лежит. И к достоинству Николая то, что за эти четыре года у режиссера было масса предложений других, в частности для создания всякого рода великих телесериалов, которые потрясают эфир нашей благодатной и богоспасимой страны. Вот, но Коля по своему негкомыслию крайнему отказывался от этих сериалов и все ждал, ждал, ждал и в итоге дождался помощи Игоря и сделал эту картину. В общем, я, знаете, честно говоря, впервые в жизни встречаюсь с такой верностью. Вот, я такого не встречал. Обычно как происходит? Ну, пишешь сценарию. У меня много сценариев. Я после этого написал еще, наверное, десяток, не меньше. Даешь режиссер. Режиссер говорит, да, замечательно, отлично. Подается в какие-то организации, организации отвергают это. И режиссер уходит, и все. Ну, а как? Ну, а режиссер нужно кормить семью, кормить себя, я не знаю, кого еще кормить. Вот мне никого не нужно кормить. Я живу без толку, пока, ну, кошка мало ест. Я живу без толку, что если это вообще не заинтересован в съемках картин, каких-то либах. Ну, желательно, конечно, хороших снимать, но посредственных вообще не заинтересован. Да, ну, снимайте без меня. Есть замечательные сценаристы, есть у нас сейчас целые сценарные студии. Мы уже чуть далеко продвинулись. У нас 30 учебных заведений, тысячи кинематографистов каждый год выпускают на 80 картин. 50 из которых вы никогда не увидите и не вспомните. Даже по названию. Так что у нас все в порядке, индустрия на высоте, и моей помощи вообще здесь не требуется. Ну, это, собственно говоря, все, что я хотел сказать. А вот я хотел поправить, с вами говорить. Да, я хотел поправить. Ну, Юра немножко задавна, все, не чуть запамятовал. Нет могилы Шапош, никого нет. Это 19 век, но его могилы нет. Это был Тресофор, Монат, Нинсорский пустырь. Мы его не называем, фамилию не называем, потому что мы ему многое предложили, чуть иное, чем Божий Киев. Поэтому для нас это просто Иван Семенович или Иван Семенович. Это первое. Вторая поправка другая. Опять я, может, чуть забыл. Эта история, я ему рассказал, Ивану Новгородскому. Это 11-12 век. Это монах Иван, в Великом Новгороде, поймал руководителя Беса. Тот молился, отпусти. Он сказал, отпущу, если ты меня свозишь в Иерусалим. Он его за одну мощь туда-обратно свозил. Но стал подкидывать компроматы. Пельотки, там, брашки, все что-то. Это все в житие написано. Это Савтийский собор Великом Новгороде. Там мощи этого монаха, уже святого. И тогда братья увидела весь этот компромат, привязала его, положила на плод, привязала к нему, где волков в речку опустила. Плыли от нас подальше. А плод поплыл против течения. Они ему туда, а он против течения. Когда все братья на колени, она его брала в монастырь, и со временем он стал Афимон Грифтом. И сейчас он святой Иван Новгородский, мощь его в совместную садуру. Вот эту историю я тоже рассказал Юре. Но Юра очень интересно все это переплет, 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 и получился вот такой замечательный сценарий для меня. Ну видите, мы спорим уже, кто должен получить Новгородскую премию, но анекдот заключается в том и правда, что Новгородскую премию мы не получим. И можем даже призы на фестиваль и получить. Вот мы уже спорим. Ну и хорошо. Юра, ты несколько раз употреблял слово ересь. Скажи вообще, я думаю, что во всех картинах на религиозном теме присутствует определенный ересь, согласитесь. Но мы сейчас все как бы пугаемся этого слова. Естественно, но есть как бы религиозные картины, но этого тренда нет. Вот в принципе, если вот наша картина или те, которые я делал до этого, они как бы превращаются в некий тренд, то мне лучше свернуть с этой дорожки. Как бы больше это не продолжать. Очень не любят трендовых вещей, потому что в детстве и в юности это называлось у нас спекуляцией. Сейчас язык наполнился другими словами, сейчас вместо спекуляции тренд. Ну, естественно, естественно, потому что, скажем, мастер Маргарита, волонт, который, собственно говоря, делает в романе добро, наказывает под лицом и устраивает вечную жизнь мастера, это, конечно, вещь с точки зрения канонов, ну, как бы крайне сомнительная. Многие священники отрицают это. Вот только что на меня кто-то вылил помой, не помню, за уже прошлую картину «Чудо», которая была на фестивале. Вот, я даже как-то особо не открытывался. Но люди, люди, ладно. Ну, как бы, сколько людей, сколько мне. Спасибо. Слушаю зал. Пожалуйста, представьтесь. Добрый день, Зоя Барнина, журнал «Христианское слово». Спасибо большое за фильм. Я думаю, что он актуальный. Николай Игоревич, скажите, пожалуйста, у вас такая прияда ваших фильмов, «Передина про «Царство небесное». Помните замечательный фильм, который он в гран-при получил на одном фестивале. И сейчас, и вообще, скажите, пожалуйста, какой зритель для ваших фильмов, как вы думаете, в какие, может быть, в какой такой момент, как вы представляете зрителя ваших фильмов? И сейчас я хочу, Георгий, тоже спросить, вот такая необычная роль, вам нужно было выживаться, то есть такой образ. Как вам дала эта роль вообще во всех сферах, ну, на ваш внутренний мир? Спасибо. По поводу зрителя, вы знаете, ну, честно, честно, всегда хотелось бы, чтобы больше картину смотрела молодежь. Честно. Хотя сам я уже далеко от этого возраста, но так как-то хотелось бы, потому что им дальше жить, им дальше как-то что-то строить в этом мире и так далее. Но поэтому не знаю. Вы знаете, я опять же уже, может быть, повторю, что одна из наград моему фильму была с такой очень лестной для меня формулировкой за разрушение барьера между фильмами для всех и кино для избранных. Вот если эта картинка не удастся с тобой, просто буду счастлив. Все, спасибо. Георгий. Здравствуйте. Ну, для меня это, конечно, большой опыт с точки зрения меня, как профессионала, потому что это мой дебют в кино. Но, с одной стороны, я учился существованию на съемочной площадке, которая очень сильно отличается от существования меня в театре. Что касается, как и на меня это повлияло, да, мне приходилось искать в себе довольно нелицебиарные вещи, но благодаря профессии актера, которая позволяет заниматься, ну, не играть какой-то, там, характер и становиться, в конце концов, в жизни негодяем, а благодаря каким-то умениям, определенным знаниям, навыкам как-то быть защищенным, перестрахованным и так далее. Ну, конечно, вокруг все мои друзья, и они говорили, что тебе не страшно. Мне было не страшно, мне было очень интересно. И потом, в конце концов, сам сценарий и фильм, он ведь не про те, сама его тема, а я иногда старался внутри себя играть эту тему, про что. И в финале это все видно, про что картина, и не про то, какое ужасное зло нас может всех разуметь. Спасибо большое. Кто-то еще здесь трянул руку. Анна, да, пожалуйста, пожалуйста. Бобова Елена, Московская правда. Спасибо большое за это интересное кино. Скажите, пожалуйста, были ли у вас среди консультантов православные священники, или, может быть, вы обсуждали с кем из них способ сосуществования буквашек вам вера? Спасибо. Ну, конечно, были. Только в титрах мы никому не ставили. Благодарность мы им не прописывали, а, так сказать, весь огонь приняли на себя, если будут какие-то секстральные замечания. Но пока я знаю уже нескольких таких высоких представителей Русской православной церкви, они видели картину, но никаких серьезных замечаний с их стороны нет. Ну, только это могу сказать. Игорь, можно тебя спросить, как, собственно, производство? Эта искра возникла между вами? Как продюсер оценил этот замысел и выставил, может быть, совсем какую-то другую стратегию внутри? Я понял. Добрый день. Здравствуйте. Ну, в первую очередь, ну, правда, как обычно, я, что называется, заинтересовался этим проектом, благодаря сценарию Юры, потому что он меня поразил. Ну, а потом понимаем, что это будет в руках Николая Николаевича, и, в общем, представилось, что может получиться неплохое кино. Но, конечно, как вот, было упомянуто, все это только мысли. Так-то это неразумное все действие. Ты до сих пор так считаешь, это было неразумное? Нет. Нет кино. Мне само оно очень нравится. Но, конечно, здесь есть что-то, ну, вот как высшие силы, очевидно, не позволяют автору добраться до экрана, так, наверное, повелели бы мне в этом как-то поучаствовать. Давайте так решим. Уже никакого рационального объяснения этому, конечно, нет. Спасибо большое. Ну, да, прошу вас. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Юрий Жуковский, журнан «Болубер». Я, во-первых, хочу поблагодарить и Анатолия Рабова, и Николая Тостоля за художественную смелость, за внутреннюю художественную свободу. И отдельное спасибо уже дважды прозвучавшее медкомыслие. Мне кажется, без этого ничего больше не было. А вопрос их режиссеру и сценаристу по поводу финала. То есть, скажем так, сатана не может войти в гроб, прошу прощения, в храм Господень, да, спасибо. В храм Господень без последствий для него каких-то, то есть, вообще не может туда войти. Да и не хочет. А православный монастырь под начало недалекого настоятеля вполне себе может. Да? Спасибо. Коля, тут ты попался. Вот тут на тебе, Коля, конец. Сколько веревочки не литься, а конец будет, когатоку и умереть все птички пропасть. Почему настоятель пускает беса? Он не пускает беса. Приходит человек, который может делать любую работу, просится в монастырь, его запускают. Это вы знаете, кто это был, кто есть, а настоятель не знает. Он просто пускает какого-то убогу, бедного, храмбова, как когда-то храмбала Иван Симонову, сына региона, но мы не знаем, кто это, что это. Поэтому здесь я с вами согласен. Здесь нет такого противоречия. Спасибо. Так, кто еще хочет спросить? Да, пожалуйста. Минус прошел председатель микрофончик. Вячеслав Сырьев, канал Акстенка. У меня вопрос как говорит Иван Стунов. Означает его как бы некие фразы про то, что имели какие-то персонажи в поводу для работы над этой картиной. Прошло еще как говорит Иван Стунов, что он как бы несколько скептически оценивает ее прокатные перспективы. и какова вообще будет ее прокатная судьба? Это мне надо думать, да? Ну, вы знаете, смотрение сегодня кинотеатральное было уже здесь описано выше Николая Николаевича. И оно справедливо. смотрит либо фильмы «События», «Большие атакционы», «Одвиги» в кавычках, или фильмы «Развлекательные». То есть сейчас у нас есть два жанра в кинотеатрах. Кино развлекательное и кино неразвлекательное. В принципе, ну, мы же отдаем себе отчет, что при всей, ну, скажем, такой склонности к жанру, что ли, эта картина, конечно, неразвлекательная. Любое содержательное кино сегодня зрители в кинотеатрах не собирают. Поэтому, в общем-то, не рассчитываем на большой прокат, но он будет. Мы 8 сентября выпускали эту картину в кинотеатрах. Сейчас мы будем, начиная с завершнего дня, уже показывать это владельцам, директорам, программистам, кинотеатров и надеемся набрать некоторое количество. Но при этом я смотрю на это скепетически, конечно, несколько. Есть интересные голосы? Есть, но если мы достигнем результатов, например, сверху остров, это будет очень хорошо. Но это я не вижу, что это вот таких. Это такой потолок, потолок, конечно. Спасибо. Да, пожалуйста. Представь, пожалуйста. Спасибо, агентство Росик, поляков. Николай Николаевич, я разделяю ваши трудности по финансированию. Я помню ваши военные фильмы, так было полегче, а вот такие последние фильмы, конечно, трудности. У меня, я присутствую на пичингах, и всегда члены комиссии задают один вопрос. В чем интрига вашего картины? Вот вы можете спомулировать или автор, в чем интрига основная ваша картина? Спасибо. Конечно. Тогда давайте уже я про интригу и про интригу. Я вообще не интрига. Ну, если вы считаете, что как черт стал человеком, в этом нет интриги, то значит нет интриги. Значит, мы просто бесконфитные были под ногами журналистов. Спасибо. Главное садить по духовным скрепам и взаимодействия. Питрахончик. Ну, я думаю, что вы знаете, что люди вообще радеются на верующих и неверующих. Не на все люди поискнулся, как смотреть ваши фильмы, человек в глубоко не верующих, не более того, просто, скажем, законченному атеисту. Инструкцию повторяю. Давай, Виктор, ты атеист, конечно же, но ты глубоко верующий человек. Ты глубоко верующий в то, что Бог имеет. А другие глубоко веруют в то, что Бог есть. и вследствие этого мы с тобой всегда найдем общий язык. В России актабилизм носит сугубо религиозный характер. Страстный. И так далее. Ирина Успенская, телерадиокомпания «Дверь». А я, например, считаю, что это не совсем религиозный фильм, потому что те скрепы, о которых мы говорим сейчас, о которых говорит Ирина, о которых говорит Николай Николаевич, это как раз то, что очень оптимистичный для него. Я считаю, что это очень оптимистичный фильм, потому что есть какие-то места в нашей душе, она очень хорошо и высоко поднялась в пенале, которые заставляют бесы или кого угодно стать тем, чем не свойственно стать. А это замечательно, Сержантин. Спасибо, Зарфиня. Вопрос, почему все-таки притча? Почему понятно, но почему именно такая форма? Друзья мои, я не знаю почему я не знаю как это ответить, почему. По кочану, так вы обидитесь, но я могу просто сказать жертву. Я просто уточнил этот вопрос. Как вы искали Николай Николаевич вместе ли со сценаристом из продюсер или поделись и современную подачу может быть от этого материала? Все это уже время диктует какие-то новые ритмы, новые способы съемки и так далее и так далее то ли меняют жанровые установки изначально вот как это обтачиваться в этой стиле? Ну, это уже скорее такой более технический вопрос профессиональный оператор такой Леван Кападазе может быть вы его знаете я посмотрел его картину «Испытание» кстати Прагерсов Толстунов и мне она понравилась я его пригласил он очень молодой генопичный парень и я предоставил снимать такой живой камерой чтобы не пробивать возняли штатив к земле и вообще он очень обранулся согласился поэтому нам показалось что такое вот что ли это опять же не какой-то новый прием это снимает магия так сказать почти с рук но не с рук вот это для нас было таким что ли каким-то ну вот ход такой вот и художник у нас так сказать как бы нам помогал в этом плане очень хорошим Павел Пархоменко могу его назвать в общем не знаю что сказать не знаю а вот сами представьте вы снимали какой сник диктовали вам может быть стиль или приносили какие-то особые образные решения места где-то снимали эту картину ну эти места мне были настолько хорошо знакомы потому что я там снимал Раскол я там снимал кусочек из завещания Ленина прошел а вот поэтому натура была очень такая по-моему точно выбранная она всем как бы нравилась она мне просто помогала не не область и стиль а вообще так сказать чтобы создать какую-то убедительную среду вот я бы так сказал что это не знаю это Кирилл Белозерский музей заповедник такой большой прямо в Лагодской области это 600 километров 100 километров от Вологды вот там знаменитый ферафонтов монастырь фрески Дионисия там вообще кто там не был советую побывать замечательные места озера наш север там даже называется это русский север такой национальный парк русский север вот там мы работали там жили снимали мне это место очень как бы вообще если говорить про Волокотик в Волокоте я там начинал снимал Белкий Бес в 94-м году от Вологды поэтому там видите от Белкого Беса я по-другому пришел как случилось так Павлючик мы телевизм Леонид микрофон здесь Юрий Николаевич пошутил насчет Нобелевской премии я не знаю как насчет Нобелевской премии но приз Московского кинофестиваля за вклад в мировое кино он точно заслужил потому что у него практически каждый год картина Боевого сценария участвует в Московском фестивале Орда Чудо Орбиан Монах и Бес картины Борис Сокурова это так предложение на будущее руководительного фестиваля и вопрос к Николаю Николаевичу и к Достунову одновременно наверное ну мы как-то с вами несколько лет назад Николай Николаевич общались и я помню что первоначально было разговор в довольно большом бюджете потом этот бюджет корректировался видимо и неоднократно и теперь я понимаю что это было связано со съемками видимо в Ярославе метру вы сняли но наверное не в таком объеме и масштабе как первоначально планировалось чем пришлось жертвовать какие бюджетные ограничения так сказать помешали может быть воплотить сценарий в той его полноте каким он был написан насчет цифр это Георгий Александрович а я могу сказать что первоначально у нас был плане съемки в Иордании Петра и в Израиле то что в Израиле то что в Иордании но естественно из-за бюджетных дел из-за всего мы ограничили что мы в Петре снимали и Мертвое море в Иордании и Петру а все что связано с Иерусалимом мы снимали в Крыму вот так и Восточный базар и площадь у гроба Господня это все снимали в Крыму так что естественно наш бюджет уживался по ходу продвижения проекта спасибо большое да прошу вас а Леня а что конкретно бюджет назвал цифру нет конечно какие тайны бюджет картины около 120 миллионов рублей 120 ну около будет меньше я надеюсь на пару миллионов мы же еще поработаем да из них 50 миллионов Минкульт так с первым рядом был какой-то вопрос пожалуйста у меня очень простой статистический вопрос я занимаюсь пять эффектами сколько сцен с визуальными эффектами было в фильме и что из этого было сделано в реальной площадке а что в обликах ну друзья мои зачем я вам буду раскрывать говорить где что все снимали вживую все натворим все прямо дико все эффекты дико все натворим все классно реалистично что называется с молитвочкой да пожалуйста божья помощь так прошу вас нет пожалуйста микрофон сначала у нас все расслужили сцена сцена с кнутом обнаженной спиной и ударами тоже без спецэффектов но очень она такая достоверная сцена с кнутом сцена ну это вот к Жове вопрос это к Жове до сих пор остались метки да все никому не рассказал правда и только правда так нам собственно надо уже наверное сегодня на запуске кто из вас решит этот вопрос о гильдии киноедов и кинокритиков недавно при разговоре с поляками из Вроцеловского университета я услышала что подзвягинцев и Левиафан судят о специфике русской души в Европе не хотели бы вы чтобы именно по вашему виду судили о специфике русской души а еще скажите пожалуйста я в Томске Куманда я хочу посвятить очень спасибо спасибо большое Куманда это Юрия Куманда это Юрия опять же я не знаю как воспринимать фильм о русской душе хорошо о русском человеке вообще мне бы хотелось чтобы в этой картине если уж так говорить чтобы увидели какую-то современность вот это главное если уж так говорить вот это главное для меня но это совсем не обязательно это так пожелание Юра по поводу русской души пожалуйста вы комбинете но есть русская душа есть плохие черты русского народа и хорошие русские черты так же как у любого другого народа собственно говоря все что я могу сказать различные исторические эпохи провоцируют как хорошие черты так и плохие я считаю что сегодняшнее время провоцируют больше плохих черт для того чтобы они реализовали в жизни но как бы мы уже свое отжили мы свое плохое уже сделали должны молодые в этом разбираться в том числе и в русской душе Левиапан хороший фильм как говорится кто может пусть сделает лучше мы старались сделать видимо тоже картину не самую неплохую что касается если вы под русской души предполагаете вот такое как бы верие и безверие в одной упаковке вот то что мы с Виктором сейчас говорили и отвечал то это даст свойство русской души как бы азартный атеизм и азартный теизм но я тоже самое наблюдал во французской душе вы понимаете вот и вы знаете и вы читали об этом человеке он реально существует что когда был осквернен ну осквернен как бы неподобающе использовал Нотр-дам-де-Пари Алтай повесился один известный французский пилот вот понимаете вот можно говорить что повесился по другой причине мы не знаем причин но то что там было отчаяние да ну и вот какая это душа и чем душа этого человека собственно говоря сильно отличается от нашей я не считаю что мы должны заниматься фетишизмом по отношению наших особенностей национальных они есть они и приятные и неприятные мы должны жить мы должны любить друг друга и постараться делать эту жизнь во всяком случае не хуже вот я сейчас с трудом опять доехал до вас все разрыто в Москве одновременно ну не так вот как это ну как казалось бы нужно по частям рыть разрыли все одновременно но я понимаю что человек хочет сделать лучше русской душе ну вот спасибо спасибо вам большое успеху вашей картины на нашей фестивале спасибо сейчас общая фото с вами в Афонии Парна 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 Парна